Я думаю, все вы в курсе, что происходит в последнее время, поэтому просто обычное здрасте. Сегодня я бы хотел поговорить не про политику, не про вот эти действия, потому что очень много информации, просто килотонны информации и непонятно, где настоящее, где фейк, где пропаганда, где еще что-то, понимаете? И разобраться в этой куче всего ну просто-напросто невозможно. Понятное дело, что все, что происходит сейчас там, это, конечно, страшные вещи, да? Однако мы не можем на это никак повлиять, но на что мы можем повлиять, так это на наше личное благосостояние. Поэтому я сегодня хотел бы затронуть как раз-таки вот этот вопрос, раскрыть темы, что нас ждет с экономической точки зрения, как и почему это вообще коснется абсолютно каждого россиянина, и на самом деле это уже коснулось. И, конечно же, поделюсь своим мнением, дам какие-то рекомендации. В общем, сейчас вы видите вот эту надпись на экране, мое мнение. Она сигнализирует о том, что все сказанное в этом видео, это мое личное мнение, чтобы бесконечно об этом не повторяться, просто все видео будет висеть вот эта как раз-таки плашка. В общем, говорю здрасте, а мы начнем с того, что нас ждет, да? А ждет нас, конечно же, уже последовали санкции на данный момент. На самом деле, на самом деле, я бы не сказал, что санкции были какими-то дичайшими, да? Потому что, ну, по крайней мере, ожидалось, что санкции будут просто какими-то космическими, зверскими. Однако, нет. Вели санкции против крупных банков, да? Это ВТБ, это Совкамбанк, это Сбербанк и, в общем-то, ряд еще других банков. У меня в телеграм-канале это все есть, я просто подзабыл уже столько, блин, всего. Им будут заблокированы международные счета, международные переводы. Это не касается внутренней системы работы банка, да? То есть, внутри нашей страны все работает в штатном режиме. Единственное, что сейчас мешает, это, конечно же, дичайший ажиотаж людей. Просто люди побежали делать всякие махинации, у людей паника. Люди, кто там снимает, кто там покупает доллары и так далее, и так далее. Про доллар чуть позже, кстати, скажу. Почему же санкции не были такими жесткими, как ожидалось? Потому что Россия достаточно крупный игрок в плане поставки природных ресурсов. И, соответственно, если бы они прямо жестко обрубили все это, да, то Америка навредила бы сама себе. Сейчас и так очень сильно выросли цены на газ, на нефть, а это еще в отношении них не было каких-то прям сверхмощных санкций, да? Я думаю, на это и был расчет УВВ, потому что, ну, действительно, Запад не может прямо как-то жестко обрубить все связи экономические с Россией, потому что это просто навредит им самим же. Но, тем не менее, премьер-министр Великобритании высказал, что планируется выдавливание, да, России из мировой экономики. Каким образом это будет происходить, я, конечно же, знать не могу, и никто, наверное, знать не может. Но, кто знает, возможно, это пока что громкие слова. Вообще, на самом деле, в новостях все слишком прям утрирует, все прямо, прям все пиздец-пиздец. Ну, конец света. Конечно, конечно, не надо на это сильно вестись, конечно, не нужно поддаваться панике. Нужно, наверное, все сказанное в СМИ делить там, ну, по крайней мере, эмоциональный градус этого нужно делить как минимум на два. Вот, что касается изменений в будущем, это, конечно же, это уже, по-моему, поднялись ставки процентные по ипотеке. В целом, процентные ставки поднимутся, я думаю, Центробанк за это конкретно так возьмется, потому что раскручивается инфляция. Официальная инфляция и до этих всех событий уже была 8,9%. Сейчас она будет раскручиваться еще активнее. Конечно, Центробанк должен предпринять какие-то меры. Что это значит для нас, для обычных людей? Это значит, что все кредиты, ипотеки, о, ребят, о-хо-хо-хо, это вы возьмете все, ребятки, очень и очень не скоро. Особенно на фоне того, что рубль жестко ослабевает, как бы, и до всех этих событий уже цены на недвижимость были просто космические. Возможно, в связи с повышением процентных ставок уменьшится спрос на ипотеки, уменьшится спрос на квартиры, соответственно, цена чуть упадет. Опять же, не стоит на это рассчитывать, да, но все плюс-минус, видите, сбалансировано. Что касается цен, уже ритейлеры начали задирать цены. Это касается того же ДНС, да, я думаю, вы все уже слышали, что они просто одномоментно подняли на 30% цены. Просто вот так вот, в одночасье. Походу, новенький компьютер обойдется людям чуть дороже. И повышение цен будет наблюдаться и дальше. По-моему, Ауди, Мерседес и еще ряд компаний-автопроизводителей уже прекратили поставки на территорию России. То есть, да, это автоматически цены на вот эти машины, они просто подлетели все еще больше, да, чем раньше. И на самом деле, даже если сейчас там, да, придут к какому-то соглашению, все мирным путем урегулируют, да, и так далее. Сейчас вроде как поступают сообщения о том, что рассматривается эта возможность, да. Опять же, новости с такой скоростью летят, что, возможно, сейчас вы смотрите и там уже все вообще по-другому. Даже вот при этом хорошем сценарии, да, если его можно, конечно, так назвать, все равно мы уже как бы экономика наша, все, она подорвана. Тут, конечно же, сразу всплывает наш рубль любимый, да. Люди сейчас просто какая-то паника, какое-то какое-то бешенство, массовая истерия у людей по поводу долларов. Ребят, вот у меня просто бомбит от того, что, ну это так глупо, это так глупо. Я в своей телеге несколько раз писал о том, что нужно покупать доллары, ребят, покупайте доллары, покупайте доллары. Еще курс, когда был 75 стабильно, да. Еще когда курс, я помню даже, я делал пост, и курс был 69 долларов, то есть я покупал по 69 доллар. И я говорил, ребята, покупайте, покупайте, не надо ждать доллар там по 65, не надо. Я не говорю, что я там какой-то гуру все предсказал, да. Это ж, блядь, база, это просто база. Я не открыл Америку тем, что вот надо покупать доллары, и я такой, вау, типа, светлая голова. Нет, это очевидные вещи. Ну что, у нас рубль там славится какой-то силой, что ли? Ну нет же. И мне тогда писали, да, да, типа, да, да, надо там, надо, надо доллар покупать. И что, блядь, и где? Сейчас мне так засирают все комменты, мне в личку пишут, что делать, что делать, доллары надо покупать. Курс доллара на тот момент, я помню, был 87, 89, 89 рублей. И люди все равно шли, причем они шли торговать не на биржу даже, да, где вот этот спред, то есть разница между покупкой и продажей, она минимальная. Они шли в банки покупать доллары, понимаете? А там просто, а банки же, они тоже не дураки. Они понимают, что спрос просто дичайший, и они вот этот спред, они его увеличивают, увеличивают, увеличивают. За счет чего люди покупали доллар, я не знаю, по 95, поскольку, ну, просто какое-то сумасшествие произошло. Ребят, доллар надо покупать всегда в спокойное время, в спокойное время. Сейчас время неспокойное, вы же это прекрасно понимаете. Еще до всех этих событий, когда доллар поднимался до 79, уже у людей какая-то такая мини-паника, да, по сравнению с тем, что сейчас эта мини-паника начиналась. Люди писали, блин, надо скупать, надо скупать. Я тогда еще писал, ребят, не надо сейчас вот бежать прямо массово. Закупитесь на, там, 10%, да, от вашего капитала сейчас, да, потому что, ну, мало ли, всякое может произойти, и чтобы у вас хотя бы какой-то процент лежал в долларах. И потом, когда вот эта вся напряженность спадет, когда курс доллара стабилизируется и уйдет в коридор от 70 до 75, что, собственно, потом и произошло, да, тогда надо покупать доллары. То же самое и применимо сейчас, если у вас вообще нет долларовых активов, да, позиций в долларе, то, возможно, стоит сейчас вот на данный момент, по-моему, 83 рубля сейчас курс доллара на данный момент. Закупитесь на 10, там, на 15%. Даже если он успокоится, даже если ситуация стабилизируется и курс доллара уйдет чуть ниже, до 75, да, сейчас это кажется уже просто манна небесная. Ничего страшного, вы потом себе в будущем скажете спасибо за эту покупку, потому что в перспективе рубль всегда ослабевает. Ребят, всегда, если у вас уже крупная позиция в долларе, то не надо сейчас бежать и скупать на все деньги доллары, не нужно этого делать. Вот успокоиться, тогда потихоньку пойдете, доберете позицию, сейчас не надо этого делать на панике. Опять же, обо всем об этом я заранее прямо расписывал, аргументировал, то есть не просто покупайте доллары, хуй пойми, почему, зачем, нет, все аргументировано, ребят. Можете зайти даже почитать, ну что я не пиздоболю-то сижу сейчас, что делать людям, у которых небольшой капитал, нет сбережений или они там совсем маленькие сбережения. Конечно, в условиях, когда все вокруг дорожает и уже подорожало, когда национальная валюта обесценилась, конечно же, лучшим выходом для вас это будет инвестиции в свою голову, как бы это банально не звучало. Вот наравне, типа, покупайте доллар, ну, блять, вроде все все очевидно, да, все у нас все знают, все все понимают, однако, как случается какая-то жопа, пишут, а что делать, что делать, что делать, у меня там все в рублях, ну, ебать. И все опять же понимают, что да, там знание, сила, знание, сила, знание это действительно ресурс, который никогда не обесценивается, который вам будет приносить пользу всегда вообще, в любых обстоятельствах. И я это говорю не потому, что, да, у меня там обучение свое есть, да может, но можно и бесплатно все это делать, информация, ну, блять, интернет, ребят, просто платно это более удобно, более быстро, более, как сказать, качественно, что ли. Ну ладно, об этом чуть позже, я про свое обучение вам чуть позже расскажу, там, кстати, очень такая интересная информация будет до сих пор не по себе. Идем дальше, фондовые рынки, российские рынки упали просто там на 40, на 50 процентов за один день, некоторые акции там обваливались на 60 процентов, просто Сбер, по-моему, на 60 процентов обвалился. Просто какая-то вообще дичь, это в принципе рекордное падение за всю историю фондового рынка российского, да, имеется в виду за один день. Люди вскидывают активы в надежде хоть что-то вырвать. Тут опять же, понимаете, вот сегодня выпуск такой, вроде бы все это базовые вещи, вот вы заходите на рынок инвестировать, ну, базовое понятие диверсификация, распределение рисков, да, базовое понятие подушка безопасности, ну, это просто, ну, это же, это же все очевидные вещи, ребят. Но мне, однако, тоннами просто эти сообщения шлют и шлют свои скрины, где у них просто, вот их портфель, да, это, если это можно вообще портфелем назвать, это типа акция Газпрома, акции Сбербанка, акции Яндекса там и какой-нибудь Лукойла, блядь. Ебать, вот это портфель, братан, просто у меня вся, вся телега, бесплатный телеграм-канал, все в открытом доступе, где я просто вот так вот разжевываю и все. Вот в каждом посту у меня вот эта тонкая нить, да какая нахуй тонкая, я открытым текстом всегда говорю, что, ребят, соблюдаем диверсификацию, ребята, не рискуем, не паникуем, не надо резких движений. Вот это у меня в каждом посте, и я в какой-то момент думал, блин, наверное, я перебарщиваю с этим, ну типа это же очевидно, наверное, всем, да. Короче, что делать сейчас с акциями российских компаний, вообще на фондах, блин, что сейчас делать, потому что не только Россия валится, сейчас все валится, да. Самое худшее, что вы можете сделать, прямо худшее, что вы можете сделать, это совершать, опять же, резкие движения, что-то продавать, там, все акции продавать. Заходить на всю котлету, да, вот там тоже поступают периодические комментарии, сообщения, вот, я сейчас хочу, или я зашел уже там на всю котлету. Ох, ребята, ох, мне за вас страшно как, вот мне не за себя страшно. У меня в российских активах, на самом деле, там 10-15 процентов. Я особо сейчас не пострадал. С российскими бумагами сейчас на внутреннем рынке, да, не нужно там бояться, что что-то там по санкциями США их там уберут. Их никуда не уберут, это же, ну, это наши бизнесы российские, они внутри России будут функционировать нормально. Там экспортеры, кто торгует на международном рынке. Если против них каких-то жестких санкций не будет, то им тоже ничего особо прям серьезного не грозит, понимаете. Более того, они получают выручку в долларах. Сейчас есть риски того, что будет делистинг иностранных акций, да, с наших рынков. Но почему я считаю, что это маловероятный сценарий? Потому что это будет прецедент, при котором США сильно подорвет доверие своих инвесторов, да, своих иностранных инвесторов. Почему? Потому что сейчас весь мир проследит, что ага, они сделали делистинг, да, своих бумаг, значит, в перспективе там чуть что с нами могут сделать точно так же. Соответственно, пойдет отток капитала из Америки. Это, конечно же, им не нужно. Более вероятен сценарий, когда, наоборот, со стороны России последуют такие ответные санкции в сторону Запада. И будет, как бы, запрет на инвестирование в иностранные акции через наших брокеров. Однако, я тоже не считаю, что это какой-то дикий сценарий, потому что тогда Россия подорвет свою репутацию, да. Она и без того сейчас очень сильно такая шаткая, да, репутация, положение фондового российского рынка очень слабенькое сейчас. Иностранные инвесторы все сейчас уходят подальше от российского рынка, ну, потому что, ну, нафиг, да, за день там минус 50%, вы что гоните, что ли? Если правительство еще и запретит гражданам, да, торговать иностранными бумагами, то это все, это сразу отток капитала будет. Поэтому я не думаю, что на такие меры российское правительство пойдет. Это достаточно серьезный удар будет по экономике, вдобавок к санкциям. Ну, сейчас и так проблем хватает, понимаете? Поэтому я думаю, что это маловероятный все-таки сценарий. Однако, как я уже и говорил, не стоит сейчас бежать и закупаться, да, что называется, на всю котлету. Все-таки в период неопределенности нужно придерживать кэш, нужно придерживать подушку безопасности, само собой, в долларах, да. Несмотря на это, я все-таки считаю, что сейчас из-за того, что градус накален, из-за того, что страшные новости просто выходят, люди боятся. Сейчас, конечно, кажется, что все плохо, все очень плохо и так далее. Но все-таки со временем, да, если посмотреть историю, то все стабилизируется, ребят. Рано или поздно все успокоится, новостной фон уляжется, конфликты урегулируются рано или поздно. Ну, невозможно же бесконечная война, правильно? Правильно. Наше правительство, оно, конечно, как бы вы к нему не относилось, но оно не совсем уж дегроидное. Есть, конечно, косяки пиздец. Да, я ни в коем случае не говорю, что вот там правильно и так далее. Я вообще не про это сейчас говорю. Но я говорю, что они во вред себе, да, они не будут действовать лично. Я уверен, что они все просчитали. У них, конечно же, больше информации, чем у меня, у вас и у кого-либо еще. Поэтому не нужно сейчас, я десятый раз, наверное, повторяюсь, но опять же, видимо, это необходимо. Не нужно поддаваться панике и совершать резкие движения. В нынешних реалиях, конечно, очень симпатично смотрится криптовалюта. Согласитесь? Это просто такое, наверное, какая-то тихая гавань, где относительно спокойненько все, все относительно стабильно, все хорошо. Биткоин сейчас, по-моему, 38 тысяч долларов. И это он типа упал, да? До этого, как только вот эта вся заварушка началась, он падал, просаживался до 35. Я, к сожалению, чуть раньше купил, да? Не смог понимать, но, ну да ладно. Сейчас он обратно вернулся к своему курсу 38 тысяч долларов. Опять же, у меня немаленькая позиция достаточно в криптовалютах, поэтому я и с этой стороны, видите, защищен, и с этой стороны у меня есть соломка. Однако, сейчас, опять же, бежать покупать криптовалюту тоже не стоит. Почему? Потому что криптовалюта покупается за доллары. Она все равно конвертируется, так или иначе, через доллары покупается, да? Ну, это равносильно, что вы сейчас пойдете и на всю котлету долларов купите. Ну, грубо говоря, да? Все нужно в балансе. Вот если у вас сбалансированный портфель, если у вас сбалансированы все ваши финансовые активы, то вы не ощутите какого-то суперсильного удара, да? Его невозможно вообще не ощутить, потому что, ну, это общемировое потрясение. Но уж точно у вас не будет просадки, там, минус 70-80, там, и так далее, понимаете? В общем-то, вот такие достаточно очевидные рекомендации, но, судя по всему, не для всех очевидны, но, тем не менее. Самое, конечно, главное, это не паниковать, ребят. Все нормально будет, история знает огромное количество всяких потрясений, кризисов и так далее. Однако, люди всегда постепенно, потихоньку оттуда выбираются, все со временем стабилизируется. Чего точно не стоит делать, повторюсь, в 50-й раз, это паниковать и совершать резких движений. И что хотел сказать по поводу обучения своего. Вы помните, что на предзаказ скидка была 50%, и я обмолвился тогда, что скидки в 50% больше не будет никогда. И, в принципе, вот сколько времени уже прошло, да хуище, да? И ни разу не было скидки в 50%, я, в общем-то, слово свое сдержал. Однако, однако, в связи с такими дичайшими событиями, я один раз, это будет один раз, когда я сделаю все-таки скидку в 50%. Более того, сейчас у меня открывается зарубежный счет, чтобы и в этом плане тоже диверсификация была, понимаете? И, в общем-то, в скором времени в обучении в библиотеку добавится урок о том, как открыть зарубежный счет. Прямо четко все преимущества, кому это нужно, кому это, возможно, не обязательно, прямо пошаговая инструкция. Ну, в общем-то, вы знаете простыми словами, как я все это умею делать. 50% скидка на 4 дня, единственный раз, напоминаю, единственный раз. В завершении хочу еще раз заострить свое внимание на том, что все кризисы до этого мы переживали. И потом жили еще более лучше, более лучше. Поэтому, ребят, все нормально, не переживайте, все наладится. Продолжайте жить, продолжайте строить планы, и все будет хорошо. Всем добра, ребят. Всем пока.